75 лет назад начала свою образовательную деятельность 4-я школа. Большому юбилею подготовили соответствующую программу празднования. В Храме Знаний пройдет встреча с ветеранами педагогического труда и вечера художественной самодеятельности. А накануне учащиеся педагоги и выпускники прошлых лет сразились в веселых стартах болей за наших. Вечер пятницы, а ученики не спешат домой. Все жду спортивного противостояния, кто же победит. К 75-летию 4-й школы учащиеся педагоги и выпускники прошлых лет собрались, чтобы показать, кто сильнее, выше, быстрее. Это спортивный праздник болей за наших. Мы не случайно так его назвали, потому что здесь три команды. Это старшеклассники, выпускники нашей школы, это учителя неравнодушные, болеющие душой, с оптимизмом, с азартом. И третья команда – это выпускники прошлых лет, родители детей, которые учатся у нас сейчас в школе. Собравшиеся зрители и участников ждал небольшой сюрприз. Для внесения эффекта неожиданности и остроты в борьбу всех поделил случай. Эти команды были сформированы. То есть изначально был секрет такой, что по приходу на соревнования все тянут жребий, выбирают, будем говорить, цветные знаки и по этим знакам одевают футболки. То есть это хранилось все в тайне, поэтому стало неожиданностью для участников. То есть команды перемешались. И это, по-моему, очень оригинально и интересно. Команды, разделившись по такому принципу, быстро сориентировались. Выбрали название своей сборной и сочинили частушки для представления. У нас преобладает больше женский пол и учителя. Мы назвали команду «Мандарины», потому что мы такие яркие, позитивные и всегда спешим к победе. Пронестись с тремя мячами из разных видов спорта, не уронив их. Перебраться на вторую половину спортзала, не задев пол, имея при себе только два спортивных коврика. Это малая часть подготовленных конкурсов. Юбилей отпразднуют не только спортивными играми. На 26 ноября запланирована встреча с ветеранами педагогического труда. А 28 пройдет заключительная часть, на которой ученики и педагоги порадуют зрителей художественной самодеятельностью.